всем привет вы на канале пасян шоу и у меня для вас прекрасная новость ужас аркама карточная игра возвращается на мой канал спустя целый год до целый год этой замечательной игры не было у меня на канале и я уже изрядно соскучился по ней надеюсь и вы тоже и вот наконец-то возобновляя видео не буду ничего сейчас обещать все что вышло на русском языке по этой игре у меня есть в наличии надеюсь что и сил силы возможности и время все это пройти дальше у меня будут останутся сегодня будем играть в отдельно стоящее дополнение которое называется стражи бездны я в эту игру несколько раз поиграл должен сказать что мне эта игра показалась за дополнение показалось очень сложным может быть я немножко потерял хватку может быть я подобрал неправильных сыщиков посмотрим интересно будет услышать ваши комментарии как вам удалось пройти этот сценарий мне показался действительно сложно перед тем как перейти к подготовке к игре должен сделать небольшое объявление для тех кто еще не слышал об этом кто не следит слишком плотно за моими видео я начал сбор средств на новые компьютеры для себя поэтому если у вас есть возможность буду вам благодарен если вы какую-то копеечку на донат бросите мне рассылка на донат в описании к этому видео заранее всем спасибо очень благодарю всех тех кто сделал последний раз перечисления очень вам благодарен друзья огромное спасибо все давайте будем уже играть и так стражи бездны это отдельное дополнение такое с двумя сценариями внутри давайте почитаем что внутри этого происходит грядет судный день не позвольте сбыться древнему пророчеству о конце света в новом дополнение для карточного ужаса архама стражи бездны это два самостоятельных сценария каждый из которых можно пройти как в одиночном режиме так и в качестве ответвления от любой сюжетной кампании я буду проходить это в качестве одиночной игры между вот двумя сюжетными кампании тут есть дополнительные разъяснения что такое одиночный режим что такое ответвление от компании давайте кстати вот если мы играем в одиночном режиме играем на обычном уровне сложности нам нужны вот такие вот жетоны хаоса и вот они у меня все здесь не буду сейчас вдаваться в подробности жетоны наборчик здесь довольно суровый есть минус 6 есть минус 3 в двух экземплярах есть минус 4 ну и в общем то все остальные жетоны присутствуют все довольно суровенько есть пояснение что такое разведка потому что здесь мы будем разведку осуществлять и здесь есть такое понятие новая сила бездны на памятках сценариев из этого дополнения есть особая область сила бездны жетон ресурсов в эту область обозначает текучую силу бездны ну и все очень просто если много жетонов это плохо значит сила бездны большая и она влияет там на игру есть еще понятие взятые бездны взятые бездны это карты сыщики активы союзники и так далее если они взяты бездны это значит что данный персонаж пал жертвой проклятия и эта игра полностью уходит из игры при этом увеличивается силы бездны на 1 будем стараться этого избегать потому что карты которые взяты бездны они не могут участвовать в следующем сценарии а начинать мы будем со сценария который называется беспробудный сон давайте почитаем что нам пишут а пишет нам письмо здравствуйте прошу прощения знаю что уже давно не давала о себе знать пишу вам потому что здесь в каире я никому не могу доверять не уверена даже дойдет ли до вас это письмо ради всех нас надеюсь что дойдет в этом городе что-то неладное это началось несколько недель назад куратор египетского музея уснул и не проснулся сперва я не придала этому значения сочла медицинским курьезом загадкой которую врачи со временем разгадают а потом то же самое случилось снова и снова все больше и больше людей по всему каиру стали впадать в кому теперь это происходит каждую ночь прямо сейчас пока я пишу вам это письмо моего мужа джона везут в больницу не страшно страшно речь спать и никогда больше не проснуться страшнее всего мне от мысли что возможно кто-то специально накладывает людей это проклятие если это так то зачем пожалуйста умоляю мне нужна ваша помощь искренне ваша джесси берг вот такое письмо мы получили нужно ехать выручать джесси и ее мужа в том числе и вообще весь каир ну я решил отправить на помощь нашу великую исследовательницу по имени урсула даунс она прекрасно справилась с расследованием джунглях амазонки теперь вот пора съездить египет узнать что случилось там и впервые на моем канале это вот такая вот премьера сегодня буду играть две руки потому что к ней на помощь пришел марк хэрриган мы с ним еще не знакомы давайте почитаем про марка про него пишут следующее если придется он сожжет весь город не позволит этим чудовищем забрать кого-нибудь еще очень даже подходящий и так марк хэрриган война многим искалечила тело и душу марк хэрриган видел на фронте ужасы которым не мог найти объяснение рассказывал о них в письмах своей возлюбленной софи о том что людей убивали не люди жуткие твари софи почему-то верила вернувшись возлюбленный марк узнал почему одно из таких существ жила внутри софи пожирая девушку изнутри беспомощном ужасе он смотрел как она с воплем растворилась в воздухе когда тварь закончила трапезу теперь все считают марка хэрригана безумцем возможно он и правда сошел с ума но он знает что монстры существуют и не успокоится пока не истребит их всех вот такой вот боец солдат с хорошим набором возможностей способностей у него пять сил и у него есть комплекте вот это его воспоминание девушка софи эта карта имеет две стороны если у нас страна софи светлая память называется то мы можем потратить одно быстрое действие на вне совершить действие не тратя наши действия и получить одну направленную рану при этом у нас будет плюс два навыка к проверке однако слишком много ран получать нельзя несмотря на то что 9 на марке может быть если мы получим больше пяти ран то мы должны будем перевернуть эту карточку тогда эта карточка будет мешать марку она называется это я во всем виноват и у нас будет минус один каждому на она будет сохраняться на этой стороне пока у нас будет пять ран или больше иначе мы сможем перевернуть ее обратно у марка есть способность когда марк получает рану то он может взять карту один раз в фазу то есть вот такая комбинация получается мы можем получить рану и тут же взять себе карту еще будет к проверке в общем такой довольно сильный показался персонаж в общем мне показалось что этот тандем неплохой у нас урсула да у нас напомню что она у нас не прекрасная да вот есть четыре книжки 4 года сила маленькая вот она слабовата да для борьбы с мостами нам будет помогать марк сумма будет заниматься поиском улик так положим его сюда на специально сегодня ну и как бы поднял немножко камеру чтобы у меня ввязали карты обоих персонажей колода давайте посмотрим что я собрал для ушел и я много раз пытался пройти за сценарий наконец-то мне вроде начало получаться мы здесь для нее можем брать карты искателя уровня 05 можем брать редкие карты уровня 04 можем брать нейтральной карты вот собственно говоря все размер колоды 30 обязательной карты джейк уильямс зов неизведанного ненавистная зов неизведанного просто ужасная карта и одна случайно базовая слабость давайте посмотрим что этот у нас собирал для нее ну проницательность понятно взял вот редкую карту вещь редкая благословенная это кристалл со знаком старших богов здесь печать есть мы можем вынуть из мешка либо плюс один либо нашего этого знак успеха и запечатать на этой карте то есть пожертвовать хорошими знаками здесь но при этом у нас будет плюс один ко всем навыкам такой вот будет занимать слот амулета ловкость рук это вот та самая зов неизведанного ненавистная диск и цамны тоже редкая вещь но это искателя тоже карта позволяет сбросить не элитного врага вот такой вот союзник один из немногих союзников которые в этой колоде мне есть доктор или горови цвет я еще ни разу ее не использовал мне показалось что вот она будет полезна если мы ее вводим в игру то мы сможем найти среди 9 верхних карт свои колоды редкие активы прикипли прикрепить его к ней вот этот актив будет ну как будто мы его разыграли джейк уильямс но мы с ним уже знакомы каждый раз в раунде когда мы впервые совершаем движение исследования она не вызывает атак и плюс мы еще когда мы открыли новую локацию или ввели локацию в игру мы берем одну карту себе лупа помогает исследовать клык эцтле помогает при розыгрыше напасть увеличивают нам волю или ловкость на 1 и волю и ловкость на 1 при этом если проверка прошла успешно мы берем как полевые исследования моя любимая карта для урсулы вообще в этой колоде если мы перемещаемся в локацию есть улик у нас плюс 2 к навыку плащ добавляет плюс 2 к здоровью и плюс еще плюс один попытки вода обостренное внимание позволяет потратить ресурс увеличить либо интеллект либо ловкость хтонический монолит запечатывает одну из один из жетонов плохих тоже неплохо как не показалось так вот это ли 2 2 экземпляр еще один экземпляр хтонического монолита еще одна лупа фонарь неприкосновенный запас чтобы получить ресурсы потому что здесь есть довольно дорогие карты и ресурсы не помешают доктор милан кристофер прекрасный союзник плюс один к интеллекту при этом если мы еще успешно исследуем получаем ресурс сработавшие прищупным при предчувствии ну здесь два символа интеллекта нужные для урсулы в поисках улик плюс еще можно бесплатно найти одну улику причудливая статуэтка тоже хорошая карта как мне показалось это редкая вещь она с четырьмя зарядами мы можем каких-то сложных ситуациях вытянуть два жетона хаоса из мешка и выбрать из них один так это еще один неприкосновенный запас рюкзак вот по поводу этой карты немного сомневался брать или нет ну в общем то если она выйдет ничего пригодится мы ее достаем среди верхних шести карт находим до трех карт вещей и прикрепляем к рюкзаку можем их играть как будто они у нас на руки так еще один фонарь еще одна проницательность дедукция тоже отличная карта если находим улику с помощью этой карты можно найти еще одну дополнительную внезапная отвага еще одна еще один экземпляр рюкзака случайная базовая слабость которую я себе вытащил это коллектор мафии в принципе мне показалось что это не самый плохой вариант если что мне марк помогает с ним довольно легко справиться ловкость рук еще один экземпляр доктор или горовиц и дедукция еще один экземпляр вот такая вот колода давайте мы ее хорошенько перемешаем и посмотрим на колоду который я подобрал для марка хэрриган так ему тоже положено 30 карт в основном это карта хранителя нейтральные карты и карты тактики уровня 0 вот я не помню что в этом какие-то тактики себе подбирал тут все довольно прямолинейно нас заточено под максимальное нанесение урона для врага здесь есть вот такие беги со всех ног прекрасный набор ухода но она работает только у нас три или меньше рассудка но рассудка у марка всего 5 поэтому это не так долго ждать пока эту карту можно будет разыграть такая вот базовая слабость мне попалась психоз ну в общем то иногда доставляет неудобства потому что когда вы получили хотя бы один ужас получить одну направленную рану ну от нее избавиться двумя действиями так сложно вот такая вот карта которая называется я разберусь с этим позволяет то что достается урсуле взять на себя когда мы открываем карту контакта при этом будет плюс 2 к навыку для марка иногда помогает срабатывать так карта доказательства если мы победили врага в локации можно найти одну улику ну кстати не так часто удается ей воспользоваться может быть не самая удачная карта здесь воодушевление если мы добавляем ее к проверке и это проверка успешно мы можем вылечить рану или ужас союзник союзники здесь есть вам покажу есть полицейский значок добавляет плюс один к воле то есть три у марка плюс 14 уже хорошо при этом еще можем в критическую ситуацию эту карту сбросить и совершить два дополнительных действия в этот ход уклонение позволяет отменить атаку на союзника храбрость дальше вот это вот интересная карта всегда на чеку если она вовремя выходит и мы можем сыграть до трех активов с руки по одному снизив на одну цену в ресурсах для каждого из них мы можем сыграв одну карту сыграть сразу три в удобных в удачных ситуациях это сэкономит нам очень много ходов мачете прекрасное оружие мое любимое оружие плюс один к атаке если это единственный враг с которым мы сражаемся эта атака наносит плюс одну ран чаще всего с одним мы сражаемся поэтому прекрасное оружие вот союзник патрульный дает плюс один к силе на хорошо мощный удар еще один экземпляр этой же карты я не стал брать продвинутые карты потому что ну чтобы не перебрать вот этих вот ценных карт потому что если мы набираем общее количество вот этих вот карт 100 с точками больше восьми то мы должны добавить еще карты напастей смысле карты слабости а это не очень мощный удар прекрасная карта наносит плюс одну рану если успешная проверка это еще один экземпляр вот я разберусь с этим динамит ну просто must have на мой взгляд иногда вырезает не вовремя но если вовремя то это прямо бомба в прямом и переносном смысле внезапная отвага взять инициативу два экземпляра тоже хорошая карта видите здесь целых три универсальных символа если мы играем эту карту первыми до всего первый ход а лучше еще желательно с этой карты в принципе начать раунд тогда мы сможем его добавить проверку и три символа проверки это хорошо еще один экземпляр мачете храбрость читай молитвы тоже здесь добавляет нам воли аж 4 символа тоже работы только в том случае есть у нас ты рассудка осталось или меньше еще один экземпляр воодушевления амулет со знаком древних добавляет нам запас душевной стойкости до целых 4 поскольку марка небольшой запас здесь очень ценная карта оружие есть в два экземпляра кольта 32 калибра тоже плюс одну рано наносит 6 патронов на нем запас довольно большой мне кажется отличное отличное оружие ну и плюс еще забегая вперед могу сказать что в колоде контактов есть монстры которых только заклинаниями либо стрелковым оружием можно победить превозможение естественного два экземпляра внутренний фронт эта карта которая идет по умолчанию в колоде марка хэрри гана у него вот контузия внутренний фронт и софи про которую я уже говорил контузия вот у нас базовая славы не вне его слабость персональная он получает один ужас за каждые две раны и иногда эта карта вылезает но прямо очень не вовремя практически заканчивает иногда игру а внутренний фронт ну это просто четыре символа силы для марка при этом мы если успешно проверка проходит и мы одну рану с марка перекладываем на врага бронежилет добавляют еще силы для марка тоже ценные нужные обязательные карты мне кажется для него еще один неприкосновенный запас читая молитвы а ну вот одна тактика одну карту тактики я добавил называется западня во первых здесь два символа ухода есть что по себе уже неплохо плюс если у нас есть задействованный враг в локации то мы можем пройти проверку ухода у этого врага если мы успешно ее проходим то мы этого врага побеждаем можно за один ход победить какого-нибудь не очень сильного но надоедливого врага в локации пока я мешаю колоду марка хэрри гана я должен такой маленький дисклеймер обязательно сообщить о том что из-за того что я все-таки соло больше игрок небольшой у меня опыт игры в паре я собственно говоря не имею большого опыта игры в две руки и скорее всего буду совершать какие-то ошибки связанные именно вот с этим режимом игры я естественно как мог там подготовился что-то где-то посмотрел что-то где-то почитал сверился с правилами но в силу своей какой-то природной рассеянности могу кое-какие вещи упускать поэтому пожалуйста для тех кто смотрит это видео обращайте внимание на комментарии мои любимые зрители очень активно охотно большое за это спасибо оставлять комментарии к моим видео в том случае если я совершаю какие-то ошибки я ни в коем случае на это не обижаюсь наоборот очень благодарен всем потому что они позволяют другим игрокам правильно играть в эту игру я конечно набрался можете рассчитывать на то что ошибок будет минимальное количество но тем не менее ошибки никогда не избежать особенно когда играешь на камеру всегда немножко волнуешься всегда немножко не хватает концентрации поэтому читайте комментарии так перед тем как набирать стартовую руку давайте продолжим с подготовкой познакомились с нашими сыщиками подготовка соберите все карты следующих наборов контактов беспробудный сон пески египта братство зверя и награда бездны это набора отмечены следующими символами в общем из базовой коробки нам собственно говоря даже ничего и не нужно введите в игру локации улицы каира пригород каира храмовый двор египетский музей каирский базар и лагерь экспедиции все сыщики начинают игру на улицах каира так давайте найдем наши локации вот они мы начинаем все на улицах каира и эта локация у нас открыта сразу поэтому сюда мы выкладываем 4 улики по 2 улики на сыщика ну и дальше у нас здесь есть египетский музей на юг каирский базар на востоке храмовый двор на севере а на запад у нас идет пригород каира и еще дальше на западе лагерь экспедиции эти локации пока нам закрыты мы начинаем все на улицах каира здесь мы можем поискать улики но если за один ход мы нашли две улики или больше мы получаем ужас поэтому в этой локации будем искать улики осторожно я не кажется не очень хорошо подготовился мне нужно было кинджетоны придумать но я буду пользоваться вот стандартными карточками персонажей урсула марк они нас начинают на улицах каира я с вашего разрешения не буду заморачиваться с переворачиваем карт я буду следить за тем сколько действий я сделал да кстати здесь еще мы можем совершить действия на улицах каира если их нет улик то мы можем пройти проверку 4 ловкости и при успехе запомнить что мы нашли дверь с кровавой меткой зачем нам все это нужно вы поймете по ходу сценария давайте продолжим дальше отложите в сторону следующие карты ну я не буду тут все зачитывать тут у нас 2 2 экземпляра пришедших из бездны это монстры которые появляются потом пара таких вот активов которые к нам в колоду попадут в благоприятных условиях карта нет не буду сейчас загадывать вперед и несколько карт локаций которые откроются в процессе игры это мы пока откладываем сторону дальше перемешайте 6 карт врагов братства доктор лейла альма сри доктор и так далее не буду всех зачитывать и положите их под памятку сценарий эти карты двусторонние с карты сюжета на обороте чтобы глобра игра была интереснее не смотрите об обратную сторону этих карт пока не получите указание сделать это в общем да вот все эти карты контакт различные люди персонажи мы их вот так вот перемешиваем и кладем я специально перевернул обратной стороной потому что мелкий текст я не конечно не могу так быстро прочитать какая именно карта там оказалось сверху или снизу прячу все эти карты под памятку нашего сценарий который называется беспробудный сон и кладем отсюда здесь вот есть как раз та самая зона силы бездны и мы по одному жетону на сыщика сюда выкладываем то есть мы начинаем силы бездны равны ну и в общем то все сложите в колоду контакта все оставшиеся карты контактов и перемешайте вот все оставшиеся карты контактов колода суровая достаточно не так много вообще на самом деле сценарий достаточно интересный мне понравился либо я конечно вошел во вкус со временем но в целом мне показалось что и сценарий интересные и сами карты это что сценарий безумно сложный мне тоже все это понравилось получаешь такое удовольствие от того что тебе наконец-то удалось победить не удалось это сделать пару раз и поэтому я наконец-то решился сделать видео чисто я не понимаю как вообще сходу можно пройти такой сценарий по моему это просто невероятное какое-то невероятное везение надеюсь что мы сегодня повезет так вот наши колоды контактов осталось только подготовить карты сцены и замысла и Редактор субтитров А.Семкин